Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Вот о чем расскажем сегодня. Льготный процент по ипотеке, но вверх цена за квадрат. Стоит ли жителям края покупать новые квартиры? Два дня до открытия, как санаторий Белокурихи готовятся к приему гостей. Полутеневое затмение. Сегодня ночью жители края смогут понаблюдать клубничную луну. В Алтайском крае выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом. За последнюю неделю это явный минимум. Общее число заболевших в регионе – 2192 человека. 22 из них находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Еще 47 переносят ковид-19 в тяжелой форме. Карта сегодня выглядит так. Краевая столица по-прежнему лидер антирейтинга. В Зминогорском районе – 255 зараженных. В Бийске – 143 случая. В Рубцовске – 88. В Новоалтайске – 59. Также накануне стало известно, что за сутки в регионе от коронавируса скончались два человека. Один из них – Сергей Ходоренко, врач краевого онкодиспансера. Это первый случай смерти медицинского работника в крае. На протяжении нескольких дней Сергей Ходоренко проходил лечение в 5-й городской больнице. К сожалению, болезнь протекала в тяжелой форме. Врач скончался в возрасте 58 лет. 35 из них он отдал медицине. Госпитализировать новых зараженных теперь станет удобнее. В Барнауле тестируют новые площадки для спецтехники. Это пока пилотный проект, который призван помочь пожарным и медикам. Но как он отразится на повседневной жизни остальных горожан, узнаете из сюжета. Это горит крыша на северном Власихинском проезде. Сгорело дотла. Неправильно припаркованные машины помешали вовремя подъехать к месту аварии. Этот пожар еще в прошлом году заставил спасателей задуматься о том, как можно эффективнее использовать пространство барнаульских дворов. Сегодня протестировали уже второй беспрепятственный проезд. Практически мы подошли к этому и предусмотрели, что один из самых больших автомобилей, который находится у нас на вооружении пожарно-спасательного отряда, это в качестве коленчатый подъемник 54 метра. При ее габаритах данное место, она позволяет скорейшей и правильной установке. Важно и время. Часто спецтехники мешают узкие проезды, бетонные блоки, шлагбаумы и, конечно, неправильно припаркованные машины. Последним уделили особое внимание. И, возможно, рядом с вашим домом скоро появятся дорожные знаки, которые отнимут простор для парковки, но позволят развернуться спецтехники. В случае, если остается машина больше, чем на пяти минут, работают правила дорожного движения, проходит эвакуация транспортного средства, и эти площадки должны быть всегда свободны. Но мы планируем такие работы проводить. Сейчас чиновники и спасатели ищут возможность включить создание площадок в какую-нибудь программу. Тогда удастся сделать больше удобных проездов. Но остается проблемой старожилой фонд. Здесь простор пока только для инженерной мысли. Андрей Дриер. День с толком. К другим темам. Ипотечный бум в регионе. Вот уже полтора месяца у алтайских риелторов горячая пора. Желающих заключить сделку на покупку жилья необычно много. Причина – льготный процент. Всего 6,5 годовых. В то же время свою выгоду не упускают и застройщики. Стоимость квадратного метра неуклонно растет. Так стоит ли сейчас приобретать новую жилплощадь, знает Полина Жданова. Юлия живет с двумя детьми и мамой в тесной квартире. Решила этим летом разъезжаемся. И начала подыскивать квартиру в ипотеку. А тут льготная ставка 6,5%. Выгодно, но все равно боязно. Цена на желаемое жилье выросла. На Сминогорском тракте мне нравятся квартиры. Ну вот месяц назад буквально она стоила 1,8 млн, сейчас уже 1,9 млн. Прирост цен на квадратный метр оправдан, говорят риелторы. Спрос на новостройки с появлением льготной ипотеки резко вырос. Например, уже сейчас найти трехкомнатную квартиру на удобных этажах сложно. Несмотря на повышение цен, расширяться или инвестировать сейчас выгодно, считают риелторы. Мы же рассчитываем процентную ставку на 15-20 лет. Соответственно, переплата, с учетом того, что ставка была под 9% и ставка под 6,5% колоссальная, если посчитать в срезе времени. В любом случае, это будет гораздо выгоднее, чем ждать понижения стоимости квадратного метра. А его и не будет. Застройщики при этом говорят, что рост цен на жилье связан не только с высоким спросом на льготную ипотеку. Это зависит и от этапа строительства объектов. Так, например, те, кто только готовится к сдаче, растут в цене за квадрат. Но и с ипотекой это не связано. В среднем цена на квартиры по городу за последние два месяца выросла на 100 тысяч рублей. Так, на Змейногорском тракте квадратный метр в однушке теперь стоит 61 тысячу. В центре Барнаула квадрат уже 65 тысяч вместо 58. А в индустриальном районе трехкомнатную квартиру можно купить по цене 47 тысяч за квадрат. Это примерно на 2 тысячи рублей больше, чем пару месяцев назад. По прогнозам квадратный метр будет прибавлять в цене примерно до ноября. Именно до этого времени сохраняется господдержка банков и застройщиков. Ранее, по прогнозам риэлторов, кризис рынка жилья ожидался в мае. Но спрос на недвижимость весной вдруг оказался высоким. Такая же картина, скорее всего, будет и в июне. Хотя в прежние годы эти месяцы риэлторы считали мертвым сезоном. В этом же, полагают специалисты, застой сдвинулся на конец года. Емкость покупательского рынка-то у нас не изменилась. Просто мы его сдвинули на этот период времени с помощью государственных рычагов. Если эти рычаги будут отменены, то эта волна стагнации и кризиса нас ожидает в период высокого сезона, к декабрю месяцу. Мы тогда не увидим того всплеска, который был в предыдущее время. Если взять срезу за 5 лет. В то же время риэлторы и застройщики подчеркивают, что такой прогноз может не оправдаться. В этом году ломаются все привычные схемы и тенденции. Непредсказуемость рынка вынуждает быстро реагировать и подстраиваться. Ведь уже завтра все может быть ровно наоборот. Полина Жданова, Андрей Печоркин, Илья Халяпин. День с толком. Подстраиваться приходится не только под рынок недвижимости, но и ко всему окружающему нас пространству. Например, некоторые жители называют Барнаул городом неравных возможностей. Люди жалуются, что не могут беспрепятственно передвигаться по улицам краевой столицы даже после их реконструкции. Владу Нартову всего 11 лет. Больше половины своей жизни из-за лопнувшего сосуда он передвигается в инвалидном кресле. Транспорт с электродвигателем, маневренный, то есть может проехать даже в трудных участках. Во дворе собственного дома парень гуляет самостоятельно. Но, собственно, прогулки парня ограничены лишь этой площадкой. Выехать за пределы двора на коляске невозможно. Чтобы перейти дорогу, например, Попова-Балтийская, где трамвайные пути, там просто нереально. Нам приходится иногда по дороге ехать, по дороге вместе с машинами. Я прошу уже второй год, чтобы вот этот перекресток сделали бесполезно. Таких участков с неудобными съездами к дорогам в городе предостаточно, считают барнаульцы. Один из них вблизи проспекта строителей. Год назад здесь обновили тротуар, поменяли покрытие, установили ограждение и посеяли газон. Но плоды благоустройства вызвали целый шквал возмущений в социальных сетях. У меня велосипед, и я хочу там ездить как раньше, удобно. Дорожка шла вдоль трамвая, пока ее не засыпали грунтом под парковку. Да в Барнауле не только дорожки по-дурацки сделаны. Здесь много мест, на которые смотришь и задумываешься об образовании и адекватности архитектора. Про инвалидов и ветеранов вообще забыли. У меня вопрос. Есть же в Барнауле архитектор. Какое у него образование? Опыт? Как его на работу взяли? Мы задались вопросом, кто отвечает за такие участки и кто принимает их после такого благоустройства. Оказывается, такие островки могут быть отремонтированы по разным программам. Комфортная среда, доступная, барьерная и другие. Разными ведомствами. Все зависит от того, придорожная эта территория, внутридворовая или все-таки железнодорожный переезд. Часто происходит нарезка на кусочки, а комплексного благоустройства нет. Примыкание – это вот всегда дилемма и проблематика. Почему? Потому что, ну, с одной стороны, они обязаны обеспечить при новом строительстве, реконструкции условия доступности. Ну, а доступность на этом объекте, да? А дальше у них просто нет объема финансирования для того, чтобы это состыковать. Эксперты говорят, стыкуют, как получается, не обращая внимания на то, могут ли по пограничным территориям ездить велосипеды, передвигаться колясочники и пожилые люди. Горожане возмущены. По их мнению, благоустройство ужасное. Многие участки нужно переделать. Давайте какой-нибудь, ну, дорожник, ну, который там работает, дорожный, который кладут эти асфальты, сядем, посадим его в коляску. И я посмотрю, как он проедет. Ну, пока меня игнорируют. Улучшит ли съезд к проезжей части на пересечении Балтийской-Попова, неизвестно. Мэрия ответ не дает. А вот участок на строителей пообещали снова реконструировать. Правда, не в этом году. Мы обратимся в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспортной связи с просьбой рассмотреть возможность реконструкции либо ремонта данного лестничного марша с устройством пандуса. А также устройство ограждения для предотвращения попадания людей ближе к трамвайным путям. Для исключения несчастных случаев. К слову, год назад проект по обновлению этого объекта заказала районная администрация. Хочется надеяться, что, принимая вновь этот участок, городские чиновники отнесутся к его качеству работ более пристрастно и не будут руководствоваться островным принципом благоустройства. Пока он, к сожалению, не позволяет выехать даже за пределы двора. Никита Ермаков, Александр Антропов, Андрей Печоркин. День с толком. А сейчас к резонансной теме, которая мало кого может оставить равнодушным. В камне на обе орудует банда малолетних хулиганов. Так считают местные жители. На днях от жестокости подростков серьезно пострадал 13-летний мальчик, но люди рассказывают о целой серии издевательств. Мама пострадавшего не знает ни имен, ни фамилий этих детей. Иначе, говорит, давно бы вступилась за сына. Зато женщине известно, что хулиганы стоят на учете по делам несовершеннолетних. Из-за них 13-летний мальчик, который мирно пас коз, теперь неделю проведет в больнице. 2 июня подростки его жестоко избили. У мальчика отказали почки и сотрясение головного мозга. По словам мамы пострадавшего, с ним до сих пор не работает психолог. Женщина написала письма в полицию. Следственный комитет и требует разбирательства. Хотя сомневается, что банду малолетних преступников приструнят. К слову, 8 июня в Камне будет работать уполномоченная по правам ребенка в крае Ольга Казанцева. Тем временем юристы по защите прав ребенка считают, что раньше эффективной меры профилактики таких правонарушений были комнаты милиции, но их сейчас нет. А родители, которых всего лишь штрафуют за такие выходки детей, не горят желанием к воспитанию. Я работаю, грубо говоря, не знаю, либо нет у меня работы, я пью. Поэтому у меня некогда заниматься с ребенком. Из города Призраков в туристическую обитель через два дня санаторий Белокурихи распахнут свои двери для отдыхающих. Правда, с рядом ограничений из-за пандемии коронавируса. Как алтайские здравницы готовятся к долгожданному открытию, расскажет Валентина Аскерова. Апрель. Разгар режима самоизоляции. Белокуриха с высоты птичьего полета. Город вымер. Начало июня улочки сибирской здравницы постепенно оживают. Заработали сувенирные лавки и магазины. Кажется, весь город в ожидании туристов. Они приедут уже 8 июня, в день открытия санаториев. Теперь каждый гость, который хочет заселиться в санаторий, должен пройти специальную процедуру. Ему измеряют температуру, и он должен предоставить справку об отсутствии ковид-19. Здравствуйте. Здравствуйте, Валентина. Температура, обработка рук, справки об эпидокружении, анализы на коронавирус. Требования, как во многих других сферах и регионах. Но они, признаются в санатории России, отпугивают многих клиентов. В плане того, что не знаю, где его учить. Потому что не у каждого по месту жительства можно пройти этот тест. Люди с маленьких городков, либо с каких-то поселений. В принципе, может отсутствовать лаборатория. В лобби-бар большой компании не собраться и не выпить кофе только в номере или на свежем воздухе. А вот с питанием изменения есть, но не глобальные. Шведский стол как был, так и остается. Поменяется только его модель работы. Люди не смогут накладывать самостоятельно понравившееся блюдо. За этим они будут обращаться к повару. Повсюду дезинфицирующие лампы. Каждые два часа обработка помещения. Гостям нужно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в полтора метра. Здесь будут наклеены определенные зоны. Убрана мягкая мебель, которая тканевая. В зоне доступа массаж и оздоровительная процедура. Но пока закрыт бассейн и спортзалы. Кроме того, введены ограничения по наполняемости санатория. В номере будет прибывать только люди, которые либо контактировали между собой, либо являются родственниками. Санаторий могут быть заполнены отдыхающими лишь на 50-60%. К таким уступкам готовы. Согласны и тратить 650 тысяч рублей на еженедельное тестирование своих сотрудников. Но тут есть нюансы. Такая кратность тестирования для всего персонала. Надеемся, что скоро не будет востребовано. Потому что мы согласны с тем, что контактный персонал, такие как горничные официанты, медицинский персонал, которые непосредственно контактируют с гостем, они все-таки должны проходить тестирование и обследование. А персонал, который занят на вспомогательных производствах, это, например, прачечные, или водители, спецобслуживание какое-то, абсолютно не нужно. Такая-такая частая кратность. В понедельник в санаторий заедут 29 человек из Новосибирска, Кемеровской области, Алтайского края. В прежние времена в каждый новый заезд принимали от 120 до 150 человек. Но для сотрудников санаториев возобновление работ даже в таких условиях уже большая радость. Говорят, после двухмесячного простоя убытки миллионны, их нужно срочно покрывать. Красиво и уже привычно тихо. Вот уже два месяца санаторий Белокуриха не принимает гостей. Но уже со следующей недели сюда приедут сотни человек. Курорт Белокуриха – это три огромных санатория, одноименный Сибирь и Катунь. За два месяца они совокупно недополучили несколько сотен миллионов рублей. Зато расходов на миллионы, зарплату сотрудников и обеспечения безопасности гостей никто не отменял. Чтобы выйти в плюс, потребуются годы и повышение стоимости путевки. Убирать, соблюдать все эти требования Роспотребнадзора мы обязаны, а селить человека по одному. Выросло на 10%? 7-8%. Поливают, ровняют, газон облагораживают. В целях безопасности гостей огромную территорию в 16 гектаров будут еще и дезинфицировать. У нас есть где погулять. Берегите свое здоровье. Поэтому гуляйте здесь. Пока санатории на старте, турбазы остаются под замком, а не откроются не раньше 22 июня. Многие из них уже выставлены на продажу. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Кстати, стало известно, что скоро возобновят тренировки алтайские спортсмены. Вероятно, на следующей неделе. Об этом заявил министр спорта Алексей Перфилев. Правда, пока это решение не окончательное. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией. Занятия для спортсменов разрешат в том случае, если число заболевших коронавирусом в течение 7-10 дней не будет превышать 70 человек в сутки. Тренировки будут проводить с определенными ограничениями на открытом воздухе и на расстоянии 5 метров друг от друга. Второй этап – это возможность уже заниматься в залах. Не с полной загрузкой. Два этапа. 25% и 50%. То есть, ну, очевидно, что смотрим на пропускную способность и чуть-чуть дозируем. Ну и третий этап – это, собственно говоря, уже возможность проведения массовых мероприятий. Возможно, первым таким массовым событием станет празднование Дня физкультурника 8 августа. Добавим, проводить спортивные мероприятия в крае из-за вспышки коронавируса запрещено с середины марта. На сегодняшний день наш регион остается последним из десяти в Сибири, где до сих пор официально запрещено проведение тренировок и соревнований. Герой нашего майского сюжета – бродячий пёс по кличке Патрон – практически обрёл семью. За жизнь собаки, получившей несколько пуль в шею, ветеринарам пришлось бороться. Из-за агрессии животного приюты от него отказались, и чтобы Патрона приняли в семью, нужен вольер. Своими силами волонтёры приобрести его не могут и вот просят о помощи. Пойдём, рыба. Опа, вот они мы. С любопытством осмотрел нашу камеру. Патрона не узнать. Он абсолютно спокоен. Об агрессии напоминают лишь выбитые двери ветеринарного кабинета. Сергей – один из волонтёров. Ночью собака спит в его гараже, днём находится в клинике. Быстро идёт на поправку. Сейчас нет уже гнилостных процессов. Сейчас у него всё подживает. Как только полностью всё затянется к коже, животное пойдёт домой жить. Хозяина ему уже нашли. Взять патронок себе решила сама Владислава, доктор клиники, которая как раз занималась его лечением. Говорит, ещё одна собака не помешает. Сейчас у неё уже три. Правда, без вольера не обойтись. Жить в доме пёс не сможет. Сначала волонтёры задумали приобрести дорогой вольер. Позже поняли, что такие средства не найти. Поэтому подкорректировали расходы, но взять их полностью на себя не в состоянии. Обойдётся примерно тысяч восемь-девять. Вот это всё. Плюс подготовка. То есть покрасить его. Он без крыши. Поэтому сделаем ещё крышу, сделаем пол деревянный, чтобы собака чувствовала всё. Нужны деньги или руки какие-то ещё тоже, чтобы помогали? Руки, наверное, нет. А финансовая помощь, конечно, бы не помешала. Все, кто хочет помочь патрону, могут звонить волонтёрам по телефону, указанному сейчас на экране. А пока собака продолжает лечение в клинике, принимает лекарства, гуляет, с аппетитом кушает. Вот такой чашки ему хватает почти на сутки. Тем, кто пса фактически спас от смерти, доставляют удовольствие наблюдать, как животное возвращается к нормальной жизни. Патрону всего три года, и он сможет превратиться в хорошего друга. Осталось дождаться вольера и переезда из клиники в новый дом. Татьяна Голубева, Андрей Печёркин. День с толком. Сегодня ночью жители края смогут насладиться довольно редким природным явлением – полутеневым лунным затмением. Или, по-другому, клубничной луной. В нашем часовом поясе затмение начнётся в половину первого ночи и продлится почти до четырёх часов утра. Правда, полюбоваться им невооружённым глазом не получится. Увидеть затмение можно с помощью телескопа или бинокля. Всем, кто захочет запечатлеть природные явления, советуют воспользоваться фотоаппаратом. Специалисты говорят, что полутень погрузится южный край диска спутника Земли. В итоге он приобретёт красивый розовый оттенок. Такую луну называют ещё клубничной. В древности в это время начинали собирать спелые ягоды. По словам экспертов, явление пройдёт без последствий. Для большинства людей самочувствие может ухудшиться лишь у тех, кто страдает гипертонией. Считается, что луна влияет на приливы и отливы, то есть на жидкости. У человека тоже жидкости есть в организме. Если люди подвержены магнитным влиянием или каким-то перепадом давления, возможно, это как-то и будет влиять. Но, повторюсь, с астрологической точки зрения, нет. На этом у меня всё. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok